Опять собственник решил не связываться с властью. Собственник сказал, что я боюсь вашего нахождения и боюсь того, что будут оказываться давления. Причем там у нас были достаточно неплохие отношения с управляющей компанией, которая занималась в бизнес-центре сдачей в аренду помещений. А собственник помещения надавил, и там начались какие-то действия. И там, на самом деле, мы достались достаточно мирно. То есть там люди вернули все деньги, мы нашли это помещение и переехали сюда. То есть теперь улица Восточная, дом 13. Я думаю, что сначала собственник думает, что будет все спокойно, и там помещения пустуют. Реально Москва, рынок стоит, помещения много пустуют. Потом, может быть, какие-то звонки. Нам никто не говорит. Для меня самого интересно, кто звонит, по какой линии. То есть это администрация президента, это силовики, это какие-то там другие мифические люди. Кто-то, видно, звонит. И причем, я уверен, звонят они. Ну вот, зачем вы с ними связались? Там примерно так это звучит. Есть регионы, типа Волгограда, где тоже штабы так вот кочуют, меняют свое местоположение. Есть регионы, где сейчас тоже оказывается давление на собственников. Но Москва один из рекордсменов. То есть мы вот по смене помещения рекордсмены. С чем связано? Наверное, близость, близость этих людей, которые звонят, близость трубки. Потому что там-то звонят какие-то местные власти, а здесь звонят какие-то неведомые человек из Кремля. И они говорят, что же происходит? Самая большая проблема у нас в стране – это страх. Страх такой, причем люди боятся того, чего не случилось, то, что они сами себе придумали. Они говорят, вот, а вдруг что случится? И вот это вот вдруг что случится – это самая большая проблема и для собственников, и для таких потенциальных сторонников, и для тех, кто сидит просто сейчас на кухнях и думает, ну вот я не хочу там что-то менять в стране, а вдруг что случится? Я не хочу там принимать какие-то решения, а вдруг что случится? И это вдруг что случится – это самая большая проблема и у людей, и у власти, и у нас там, и для власти это прям большой подарок, страх. У нас уже второй день идет такая ударная верификация, сейчас записываются люди, у нас периодически приходят, благодаря такой системе, которая налажена, у нас очереди создаются, но идут постоянным таким небольшим потоком. Продолжение следует...